Привет, энциклопедисты! Сегодня будем буксировать айсберг, узнаем печальную участь ракеты Илона Маска и проведем исследование в немецком университете. Подробности далее. Ученые из Института Арктики и Антарктики приступают к буксировке айсбергов в Арктике с целью их отклонения от опасной линии дрейфа. Дрифующие айсберги – реальная угроза нефтяным платформам, работающим в северных морях. Способ буксировки ледяной глыбы заключается в захвате ледяной горы в плен при помощи специального троса и транспортировки в ту часть акватории, с которой айсберг уже не будет угрожать разрушением промышленным объектам. В ходе программы ученые проведут 12 полномасштабных экспериментов. Кроме буксировки айсберга в Карском море, они измерят гидрометеорологические и океанографические параметры других морей, проведут изучение популяции белого медведя, моржа, а также мониторинг морских млекопитающих и псиц. На стартовой площадке космодрома, что в пределах станции ВВС США, мыс Канаверал не стала ракетой Falcon 9 компанией SpaceX Илона Маска. К концу того же дня в сети засветились первые видеосвидетельства аварии и ее последствия. Все случилось в районе стартовой площадки номер 40. Взрыв произошел во время подготовки к выполнению прожига двигателей первой ступени. Как следует из видео, космический грузовик, что называется, досрочно взлетел на воздух, когда находился в вертикальном положении, будучи установленным на пусковом столе. После большого взрыва последовала череда менее мощных, а затем начался сильный, но локальный пожар. Так что произошедшее не представляло серьезной опасности для обитателей окрестностей. Этим летом студент высшей школы иностранных языков и перевода ИМУИФ Никита Печунов побывал в университете Регенсбурга по программе «Тандем». В рамках работы над своим научным исследованием ему довелось провести анкетирование и несколько интервью, чтобы ответить на главный вопрос – какие иностранные языки выбирают студенты Регенсбургского университета, а главное – почему. Настоящим открытием для него стал тот факт, что многие европейские студенты знакомятся с латынью еще в школе и знают основы этого языка. Русский же многие изучают для себя, как третий иностранный, остальные выбрали русский, чтобы использовать его в работе. Это были самые технологичные новости науки на сегодня. Пока!